Этот ролик, как обычно, для умных и для красивых. Для красивых будут яхты в заливе Бью-Юк Чек-Меджи. Я прибавил высоту коптера и сейчас там панорамы совершенно фантастические появились. А раньше я не знал, что у коптера можно установить высоту повыше. Неважно. А здесь это для умных. Это деньги. Это какая недвижимость лучшая. Где? Вот этот комплекс называется Демир Кантри, но он весь полностью продан, поэтому мы тут квартиру пытались выбить на вторичном рынке. Насколько у нас это получилось. Ну и, конечно, в этом ролике будет о деньгах, потому что яхты яхтами. А вообще-то умные люди думают, куда и как инвестировать, а уже скорее даже не инвестировать, а просто сберечь деньги. Сколько я вам говорил про американские долги и что с ними есть проблемы. Проблемы с ними усугубляются на этой неделе. Итак, вот красивая квартира с видом на панораму и даже море оттуда видно. Она шикарная, просторная, с балконом невероятнейшим. Проблема в том, что эта квартира записана на юридическое лицо. Раз. А хозяин этого юридического лица сириец. Два. Не то, чтобы сирийцы как-то сильно меня пугают, хотя, конечно, сейчас они все за Палестину. И, в общем, это, наверное, может пугать. Но ладно-ладно. Когда мы торговались, была речь только о деньгах, и никакой Палестины еще тогда не вспыхнуло. Мы хозяину говорим, хорошо, давай 300 с чем-то тысяч долларов, но оформим все по белому. Он говорит, не, у меня еще налоги. И поэтому я вам по белому оформлю 75 тысяч долларов. То есть ровно столько, сколько нужно на получение ВНЖ по ТОПУ. То есть по свидетельству о собственности. И ни копейки больше. И это очень напрягло. Вы понимаете, фирма, сирийца, отдашь черный нал кому-то в руки, не пойми кому. И, в общем, нас-то напугало в итоге так, что мы эту квартирку не купили. А вот посмотрите еще раз, а может быть жалко, что мы не купили. Ну, если честно, я могу себя утешать только одним. Недостаток в том, что весь этот шикарный балкон смотрит на юг. Вы понимаете, то есть солнце будет лепить 5 месяцев в году, вот с мая по сентябрь. Ну, на нем, в общем, будет невыносимо. Или надо будет заказывать супер-жалюзи, которые дадут такую тень, знаете, как в южных штатах США. Когда там огромные террасы, где тень, тень, тень. Ну да, в общем, решается эта проблемка. Ну, сириец, конечно, офигел. 360 и никакого же гражданства, ведь он оформляет все по-черному. А 400 это же уже гражданство. Это уже гражданство Турции, свобода от всей российской бюрократии. Я специально снимаю со двора эту же квартирку, чтобы мы видели, как здесь устроена жизнь. На детской площадке одни русские дети. Здесь, по-моему, 200, что ли, человек русских живет. Значит, ну вот, например, смотрите, триплекс это трехэтажный, фактически, дом внутри этого жилищного комплекса. Первый этаж, второй этаж и подземный этаж со своим гаражом внутри. Это все для одного человека. И можно вот это все застеклить. И у тебя будет здесь еще, наверное, две комнаты, как минимум. Прихожая, раз комната, два комнаты из сплошного стекла. Ну, это я так уже фантазирую, но это реально делают. Вон там уже кто-то свой триплекс застеклил. Вот ровно вот эту всю огромную необъятную территорию. Но, окей, 500 тысяч долларов, гражданство и дом в доме. Три этажа. Что здесь можно делать? Все что угодно. Здесь может жить не знаю сколько семей. Эта кухня типовая, как она сейчас есть. Да, там постирочная, там ванна, большой зал, да. Но я еще раз говорю, а там же еще одна комната застекляется. И еще, и это все только на одном этаже. На втором этаже четыре спальни, два санузла. Нужно ли это все снимать? Нет, не хочу я снимать изнутри, лучше снаружи. Ага, какая красота. Я забрался на жилищный комплекс Демир Лайф от той же самой фирмы. Меня сопровождает менеджер компании Яна. Демир Групп имеет строительную часть, маркетинг. Так, я забыла слово. Ну, конечно, на недвижимости свет клином не сошелся. Поэтому, как и обещал, буду говорить и о мировых финансах. Когда там катастрофа, когда весь мир побежит от долларов, от американских. Ну, да, и я тоже вместе с вами побегу от долларов. Вы заметили, друзья, что на прошлой неделе фондовые рынки подскочили, нефть просела, долги американские чуть-чуть подорожали. Во сколько новостей шикарных. И вы, наверное, задумались, эх, не упустили ли мы шанс снова спекульнуть. Не прошли ли дно, да, когда были самые дешевые американские долги, самые дешевые акции. Их надо было купить, а потом опять-опять-опять пойдет рост. Ох, осторожнее, ребята. Давайте начнем и для красивых, про недвижимость. Видите, я стою на окраине Стамбула. У меня вон там море. Наверное, его почти не видно в дымке, да. Вот это огромное озеро называется Биюп Чекмеджи. Это прямо окраина Стамбула. На том берегу уже где-то официально не Стамбул. Хотя, на самом деле, я туда ездил уже километров 20. Ну, вдоль моря искать новые места для купания. Там везде новостройки, новостройки, новостройки. Все это бурлит. Вот это очень крутые места. Это загородные дома и целые коттеджные поселки. Один, по-моему, Алкент называется. Один еще как-то, по-моему, 2 миллиона долларов вилла. А вот эти, которые я вот вижу вблизи, я думаю, еще дороже. Это вот по 2 миллиона там. Видите, как муравейник. Попробую туда коптеры запустить, но туда надо вообще сначала доехать. А это новостройка от крутой компании Демир Иншат, которая много лет уже строит вот такие вот стильные современные окна в пол. Я специально залез в их, скажем так, не рекламную часть. А там, где еще, видите, грязища, где еще стройка, где еще можно посмотреть вот качество. А, ну-ка, как привинтили стекляшку, не отвалится ли она? У меня же есть же еще строители на моем канале среди подписчиков. Ну вот, ребята, и наслаждайтесь, как стекло крепится, каленое, не каленое, а дальше, а бетон, вы же любите, любите придираться. Давайте. Смотрите, друзья, я целый год жил в такой же квартире от компании Демир Групп в жилом комплексе Демир Ромас. Там только вторичное жилье, причем этому комплексу еще нет 5 лет, поэтому там турки продают все очень по-черному, то есть не оформишь ни гражданство, ни ВНЖ, ничего. 5 лет еще не вышло, и поэтому турок, если он по-белому тебе все продаст, то он попадает на налоги 22%. И поэтому турки говорят, не, давай мы тебе нарисуем, что мы тебе хрен с тобой там за 75 тысяч долларов оформим, а остальное отдай нам черным налом. Но уже тогда я оценил, насколько качественно Демир свои эти дома строит. О чем мы должны говорить-то зрителям? Что налетай подешевело что-нибудь, подорожало? А что-то подорожало. Подорожало. У нас подошевеет. Ну тогда не налетай. Так, значит, это вот красота. Видите, здесь еще не сделали красоту. Аквапарк, что, гольф-клуб они здесь собрались сделать, что-то еще? Да, это будет первый личный гольф-клуб на территории Турции, который будет прикреплен, скажем так, к резиденции. Далее, если обратишь внимание, идет следующий прямоугольник. Это спортивная часть, спортивные площадки, теннис, баскетбол, волейбол. И далее уже барбекю-зона для гостей непосредственно резиденции с изолированным партингом. Так, пока я иду в чистенький новенький подъезд готового уже корпуса, я вам расскажу, что в Америке цена недвижимости неизбежно будет падать. Во многих городах уже падает, но пока это отдельные какие-то города. И сейчас я прямо вот здесь на фоне этого лифта покажу вам графику, как выглядит объем заявок на ипотеку в США. Вот катастрофическая цифра, минимум с 1994 года. Вот, ребятки, думайте, что будет с ценами на недвижимость в Америке. Так что, если вы собрались в Америку, не надо, не надо. А в Турции? Нет, вообще, Яна, у вас бывает ипотека или нет? В основном ипотеке, конечно, удается туркам. А, туркам. Но есть турки-то, которые умудряются получить ипотеку? Потому что сейчас же у вас учетная ставка 35%. В том году было меньше, но говорят, не давали просто. Задают за два года работы в компании, я, наверное, видела, но случая три, когда брали, выносили. Три случая за два года? На самом деле ипотека в Турции особо никому не нужна, потому что в основном застройщики дают беспроцентные рассрочки. Как раз-таки с момента котлована. Соответственно, ипотека... Вот здесь какая рассрочка? На момент котлована мы давали рассрочку на 24 месяца, на два года. Соответственно, сейчас осталась именно на этом проекте, Демирлайв, рассрочка на 6 месяцев. 6 месяцев? Да. Ну, такая условненькая, да. Ну, потому что все готово, да. И здесь у вас, вот мы стоим в трехкомнатной квартире, правильно? С лучшим видом, и сколько она стоит денег? На данный момент такая квартира стоит 455 тысяч долларов. 455, но это если плачешь целиком, или в нее включена вот эта полугодовая рассрочка? Нет, это стоимость за кэш. Ага, понял, стоимость за кэш. Друзья, а если вы, как обычно, хотите покупать квартиры без риэлтора, то, пожалуйста, вот, звоните прям менеджеру компании, компании Демир Эншаат, которая сидит в офисе компании Демир Эншаат, и, пожалуйста, покупайте напрямую. Все, как вы любите, без риэлторов. Хотя, как без риэлторов? Ну, ты же тоже фактически риэлтор. Конечно, мы полностью сопровождаем от начала заключения договора до получения ключей. Я могу сказать, я такой же риэлтор отчасти, только работаю на определенной компании застройщика. Ну, штатный сотрудник, не знаю, наверное, все-таки не риэлтор, тебе и надо бегать по всему городу. Конечно, конечно. Так, небольшое лирическое отступление для самых красивых блондинок, которые, ну, хотят же яхты, наконец, чтобы им показали. Сейчас, сейчас яхты, яхты. А потом будет удивительный шизофренический эпизод, ребят, когда видео и аудио будет идти по двум разным дорожкам головного мозга. Экспериментальный журналистский формат. И там как раз будет самое серьезное о деньгах, о долларе, о евро, о финансовом-финансовом нашем напряге. Ну, это через пару минут. Так, у нас тут какая-то новенькая яхта на пристани. Раньше здесь стояла черная, а теперь вот эту я еще ни разу не видел. Это залив Бьюк Чекмеджи, где я постоянно запускаю коптер вот над этой вот огромной бухтой, где купаюсь, где мы гуляем. Где вот эти бесконечные ряды ресторанчиков, кафешечек, вся-вся-вся красота. А Демир строит здесь роскошный жилой комплекс. Вон, видите, кран торчит. Вот прям вот за этими двумя рядами ресторанов, кафе и бизнеса, за ними прям будут стоять, по-моему, четыре башни. Роскошные совершенно. Ну, то есть свой бассейн на крыше, с видом на море, на своей яхточке. А, кстати, вон же яхта Дмитрия Медведева стоит, родимая, на месте. Никуда не плавает. Давайте в очередной раз пожалеем Дмитрия Анатольевича Медведева, который так вляпался, так вляпался. И деньги не греют, вы понимаете, не выездной. Сидит, так сказать, должен подыгрывать Путину, говорить какую-то глупость, в которую он не верит. А вы думаете, что Медведев верит во все, что он несет про ядерную войну и про то, что надо убить всех украинцев? Да нет, упаси господи. Дмитрий Анатольевич интеллигентный человек. Но у него слишком много денег. И ему слишком дорого пришлось заплатить за эти деньги. Итак, что у нас тут? Красивая жизнь, яхточки, лодочки. А вот какой-то, видите, катамаран тут приплыл. Вообще невероятная парусная, по-моему, эта яхта. Вообще не может перевернуться никак. Ох, красота, развлечение, только денег. На это все надо очень и очень много. Зарабатывать деньги отдельный талант, ребят, не всем дано. Поэтому не будем завидовать. Ну, вы же не завидываете пианисту, например, или оперной певице. Ну, вот, поэтому давайте не будем завидовать всем, у кого есть талант зарабатывать деньги. Кстати, деньги. На этой же неделе доллар дешевеет по отношению к евро. Уже, по-моему, 1,08. А 2-3 недели назад был 1,05. И я, в общем, ждал, что приблизится доллар к евро. Будет паритет, одинаковая цена. И вот опять доллар стал дешевле. А? Что за чудеса? Ну, вы не пугайтесь. Вы не думайте, что это вот то самое обесценивание доллара, когда придется бежать от доллара. Не-не-не. Обесценивание будет другое. Я думаю, что обесценивание будет одинаково. Что доллар, что евро, они будут лететь вниз вместе. И, кстати говоря, вот эта вот ситуация, что доллар дешевеет по отношению к евро, она вообще очень нестабильная, ненадежная и необъективная. Все экономисты, брокеры, шмокеры, аналитики, все хором говорят, что экономическая ситуация в Европе намного хуже, чем в Америке. Ну, например, да? Так почему же американская валюта вдруг дешевеет по отношению к евро? Временное явление. Вот строится этот суперкомплекс Демир Марина, где люди будут с видом на яхты, на всю красоту. Причем, обратите внимание, еще не успели построить, а уже третий ряд коммерций появился. То есть сначала яхты, потом рестораны, магазины. И вот еще один ряд этих бутиков. Они, на удивление, в немецком стиле. Я вам сейчас покажу, как они выглядят с той стороны, где солнышко их подсветило. Еще коммерция там не началась, еще арендаторов нет. Но они уже застолбили себе местечки, потому что вот это все стремительно строится. Вот видите, раз серый дом, второй серый дом. Это все торговля, это все не жилье. Жилье будет вот здесь. Все вот эти башни и вся эта красота. Ох, строительный бум. В Стамбуле меня, конечно, поражает. Да, это наш новый проект Демир Марина. Он находится на территории как раз-таки Ки-Истамбул-Марины, где ты любишь снимать. Мы уже, скажем так, закончили полностью этап котлована. Мы потихоньку возводим первые этажи в нашем европейском понимании. Первые, турецкие, нулевые. Там какие-то... Там, по-моему, очень дорого. Там полмиллиона долларов квартиры. Нет, на самом деле квартиры 1 плюс 1 стартуют на территории Демир Марины от 300 тысяч долларов. Да, и стоит отметить то, что это инвестиционный проект. Компания гарантирует 25% доходности через 24 месяца. То есть на момент сдачи объекта, при условии, если клиент захочет продать квартиру, компания сама может выкупить на 25% дороже от стоимости, за которую приобрел клиент. Вы гарантируете в долларах? Да, контракт непосредственно также будет в долларах. Это на 2 года. А если... Всем же нужно 3, потому что, чтобы гражданство твое, ну, грубо говоря, не отняли, которое ты оформишь, то 3 года. А через 3 года вы... Те же 25% или может что-нибудь прибавить? Я думаю, мы можем, скажем так, увеличить до 30% для тех клиентов, кто будет приобретать недвижимость под гражданство. Я думаю, это стандартные условия у вас на самом деле. На самом деле мы, скажем так, рассчитываясь с учетом окончания стройки. То есть строительство планируется закончить через 24 месяца. Соответственно, на момент сдачи объекта мы гарантируем прибыль. Ну, для клиентов, которые приобретут прибыль под гражданство. Ну, прибыль-абстрактная вещь. То есть, как бы вы готовы выкупить у человека квартиру за 1 250 000? Да. Если он заплатил сейчас миллион, вот так? Да, все верно. А, что же будет к тому времени с американским долларом и долгами? Ох. Главный вопрос, когда народ побежит от американских долларов? Он побежит. Когда вот именно начнется вот это вот крушение мировой финансовой системы? Ничего страшного, ребят, мир не остановится, капитализм никуда не денется. Вот Майбах, смотри, у вас стоит прекрасный. Майбах не превратится в тыкву, как в сказке, друзья. Даже если рухнет американский доллар. Так что вы будьте спокойны. Майбах, яхта, ваш... Демирмарина. Демирмарина, все хорошо. Так, а сейчас я вам покажу маленький шизофренический эпизод, раздвоение личности. Значит, на картинке будет кухня, квартира, для красивых, разглядывайте на здоровье. А для умных в это время я буду рассказывать об инвестициях в Америку и о том, как мой друг испугался за свои инвестиции в Америку. Ну, держитесь, полторы минуты. Или проматывайте вперед, если боитесь заразиться шизофренией. Кстати, о деньгах. Я на этой неделе наконец-то испугал своего друга, у которого в американских облигациях около 100 тысяч долларов. Я давно ему рассказываю, чувак, ты не боишься, что американские долги начнут адски обесцениваться? Он говорит, я переложился в самые краткосрочные, которым полгода год и которые погашаются вот буквально через полгода год и поэтому я получу свои гарантированные проценты и мне до лампочки сколько стоят долги американские, которым там 10 лет или которым 20 тем более лет. Я говорю, ну смотри, все равно риск есть, риск колоссальный, потому что вот подведены итоги года американского финансового и огласили цифры. И цифры оказались чудовищные. Оказался дефицит бюджета США за год триллион 700 миллиардов долларов. И доходы американского бюджета падают, вы понимаете? Они запланировали собрать за год 4 триллиона 800 миллиардов долларов, собрали 4 400, вы понимаете? Минус 10 процентов, то есть экономика фактически сжимается, доходы американцев уменьшаются. Это все к тому, что безумная дорогая недвижимость в Америке будет, будет сжиматься. Да, там астрономические цены, там вот купить вот такую трешку с хорошим видом, я даже не знаю, на большую воду или куда, в Америке это будет там полтора миллиона долларов, ну где как, в каком штате и Майами или не Майами, ну точно не Калифорния. Да и я не знаю, много ли таких комплексов в Америке или в общем она больше одноэтажная. Хрен с ним не важно. Важно вот что, что не только дефицит бюджета США триллион 700, но еще и стоимость обслуживания долга. Ох, как бы это по-простому вам сказать, для красивых, да? Ну для красивых, скажем так, проценты нужно платить по своему долгу американскому. И вот проценты, которые заплачены американским правительством по состоянию на 30 сентября, на конец финансового года, 700 миллиардов долларов в год. Вы понимаете, да, весь американский бюджет 6 триллионов, из них к концу года уже вот эти проценты надо будет платить триллион, то есть из всего бюджета США из 6 триллионов нужно будет триллион отдавать просто проценты всему миру, кто вложился в американские долги, в том числе мой друг, у которого стольник. Я ему уже эту историю задвигаю вот, наверное, месяца три. И он каждый раз отмахивался, говорит, ладно, американцы еще напечатают, как-нибудь все образуется. Наконец, вот на этой неделе, видимо, когда он увидел, что это официальные итоги финансового года, официально уже цифры, а не Глебовы, домыслы и нерассуждения каких-то там экономистов, он испугался, слушайте, я рад, если он продаст американские долги, может быть, вовремя ноги унесет. Так, а для самых-самых умных давайте-ка я вам сниму все вот эти счетчики, вы посмотрите воду, качество исполнения, вот это теплые полы, а здесь, по-моему, везде теплые полы, да, причем водяные, да, не электрические. И к дому подведен газ, да, то есть дом отапливается своей газовой котельной, правильно я понимаю? Ага. Ну, пока, значит, вы, мои самые-самые умные, осматриваете, как это все сделано, я, значит, продолжу про то, что меня реально беспокоит, когда же рухнет мировая финансовая система, а она рухнет, потому что она несбалансирована, и жить в таком состоянии, как она сейчас есть, невозможно. И на прошлой неделе мой любимый умный Василий Олейник предположил, что рванет в Японии, потому что там самое большое отношение долга к ВВП страны, 200%. В Америке 120, в Германии вообще, по-моему, там 75 или что-то в этом духе, то есть Германия жить может. Но, правда, в Германии такой адский социализм, что там предприниматели не могут делать бизнес и зарабатывать. И поэтому так называемый индекс PMI, это индекс, который показывает активность бизнеса в стране, он находится на каких-то фантастически низких значениях 40. Я, по-моему, даже вам уже говорил как-то про этот немецкий PMI 40, он поражает воображение всех умных людей, но для большинства людей не объясни, что такое PMI, с чем его едят. А, это постирочная. Да. Итак, что ждёт мир? Мир ждёт, что Америка напечатает деньги. И поэтому, типа, всё будет хорошо. Вот мы думали, что печатать деньги, они начнут где-то следующим летом, чтобы к выборам ноябрьским американцы как наркотикам, знаете, укололись деньгами, вдруг почувствовали себя побогаче. А то, что цены вырастут намного больше, чем те деньги, которые им прибавили, так об этом они узнают после выборов. Понимаете, да? И таким образом, глядишь, проголосуют за демократов. Вот такой самый реальный сценарий, в котором уверены все умные люди всей планеты, все люди с деньгами, с которыми я разговаривал. Но что интересно, на прошлой неделе многие заволновались, что, может быть, печатать придётся начать раньше. В том числе заволновался Андрей Мовчан. Ох, сколько раз я его цитировал, этого умного инвестиционного банкира, который управляет кучей денег русских. Сидя в Лондоне, он управляет деньгами русских. И он сделал целый ролик, занудный, невыносимый. Он разговаривает с двумя менеджерами, двумя управляющими фондов на таком птичьем языке, что непосвященный человек вообще ничего не поймёт, что он говорит. Ну, например, они никогда не говорят слова, что облигации дешевеют. Нет, они всегда говорят, растёт доходность. Ребята, доходность, она вообще зафиксирована в долларах. А вот в процентах она растёт тогда, когда стоимость этих облигаций падает. И наоборот. Вы понимаете? И поэтому птичий язык, такой вот новояз, да, чтобы не поняли непосвященные. Это вот Андрей Мовчан с ребятами. Поэтому я вам ни ссылку на этот эфир не даю, ничего. Я просто хочу сказать главное, что он заволновался и проговорился, что он вложил 25% всех денег, которыми он управляет. То есть 25% всех денег, которые инвесторы русские, нерусские, казахские доверили Андрею Мовчану в управление. Вот он четверть этих денег закатал в американские облигации, в американские долги. И заволновался. А вдруг они в цене будут падать? Вот он заволновался, а через неделю они чуть-чуть отскочили. То есть процентов на 5 они подросли. Уже на этой неделе стали опять снижаться. То есть это вот прям вот где-то около дна. И правильно волнуется Андрей Мовчан? Не улетят ли дальше вниз эти американские долги, а? И 25% денег, которыми он управляет, как он за них будет оправдываться и отчитываться? Фантастик, я могу сказать так. Я работаю официально, у меня рабочая виза, то есть я квалифицированный сотрудник. Подожди, в каждом офисе сидят узкоговорящие менеджеры, они же нужны. В любом офисе продаж, правда же? Да. И они что, не официально работают? Я думаю, если, скажем так, сделать проверку, то единицы будут иметь разрешение на работу. А, вот они.